ну что друзья всем еще раз здравствуйте кто первый раз смотрит это видео ребята вам привет итак у нас было первое знакомство с игрой project cards второй части которая была официально доступна сегодня в steam и собственно говоря у нас уже были даже был первый тестовый видосик который мне честно говоря зашел единственный момент сейчас в перерывах между съемками 1 1 2 вот этого вот видео которое вы сейчас смотрите я запустил project cards 1 взял evolution взял те же самые настройки взял ту же самую трассу и что я хочу сказать относительно физики то есть в сравнении первой части project cards и второй части project cards в большем процентном соотношении вот на 95 процентов физика игры не поменялось то есть что в первом project что во втором project машины ведут себя одинаково при переключении при нажатии на тормоз на педаль газа какие-то сносы заносы и так далее все это осталось точно таким же каким и было в первой части с одной стороны это прикольно с другой стороны не знаю насколько мне честно говоря помнится о первой project cards когда она только-только вышла у меня не было тогда возможности в нее играть потому что у меня не было компьютера я и у меня был макбук я помню как сильно хейтили project cards вот просто его втаптывали в дерьмо и если действительно сейчас пойдут отзывы об игре о том что нифига не изменилось в плане физики управления от людей которые играли в первую project cards и действительно могут сравнить если таких людей будет много то соответственно вторую project cards ждет очередная волна хейта в сторону физики в общем-то игра хороша сама по себе она играбельна она интересна у нее в принципе относительно неплохая физика но не знаю если действительно вот пойдет вот эта волна того что народ начнет возмущаться значит я действительно прав плане того что физика практически не поменялась не удивлюсь если она не поменялась вообще но по моим ощущениям личным ощущениям во втором project и у тебя есть возможность как-то быстро скорректировать свои ошибки как-то исправиться и так далее в первом project и если ты совершаешь любую ошибку на торможении на входе в поворот тебя заносит и так далее избежать свои ошибки можно но очень сложно и ты на этом теряешь катастрофическое количество времени относительно профессионального сим-рейсинга сразу говорю говорить ничего не буду профессионал есть профессионалы мы любители мы играем фуфан я играю точно также собственно говоря как она будет в дальнейшем я не знаю давайте перейдем уже от слов к игре в этом видео мы начинаем карьеру честно говоря мне самому интересно что у нас будет в карьере что нас ждет каким образом будет построена карьера если карьера будет построена снова по календарному типу и в хаотичном порядке будет печально если она будет построена точно так же как в первом project я более чем уверен я не смогу пройти карьеру потому что первом project и календарность и разбивка дисциплин но у меня честно говоря немножко закаляет я люблю суббурность когда у меня есть свобода выбора когда я могу заехать и кольцо когда я могу заехать тот же spring допустим и катаюсь на разных машинах на разных трассах у меня есть возможность выбора в этих ситуациях я себе чувствую намного комфортнее но когда я езжу на одной и той же машине грубо говоря монокласс и со мной ездят точно такие же машины я еду там 68 заездов меня честно говоря напрягает единственное где мне не напрягает это это ралли но извините ралли это ралли там тоже как бы есть классы но все равно ну ладно погнали тут даже придумывать нечего все остается точно так же как и было фамилию мы не заполняем инициалы делаем вот так хочу почему нельзя маленькие буковки я хочу маленькие здесь так нечестно ну ладно пускай будет эш россия россия замечательно фамилию мы не можем без фамилии мы не можем не понял вот это уже интересно становится я хочу еще раз вот это вот убрать вот здесь мы не можем ну пускай будет . до конца не знаю но я не хочу прописывать фамилию мне не по кайфу вот вот оно вот 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 то что мне хотелось вот я этого ждал фактически нам дают возможность выбора при этом мы едем формулу мы едем картинг мы едем юниорский заезд потом мы переходим на формулу си потом другой класс другой класс другой класс классно вот я этого ждал это действительно очень крутой шаг в карьере в том как построена карьера потому что календарность в предыдущей части мне не нравилось совершенно окей давайте чё начнем с чего-то я конечно вообще не фанат формулы честно вам скажу я не люблю серию пановился вы уже об этом знаете для тех кто не знает ребята я не люблю олпан и вилл вообще это и в чужиню мальчиспорт из тайн-то десайд вич серий зил стартю карьерин в серии структура и закоррой охрана радовался стартин поинс адрес хава сингалон воло дезву лафа часто сингл series по itself я реально рано радовался в общем то ребята как было в первом project и также она здесь осталось у нас разбивка по классам мы проходим несколько кубков потом мы выходим на мировой чемпионат и короче все печально осталось все примерно точно также с одной стороны это прикольно с другой стороны лично мне не по кайфу я люблю варьировать какие-то дисциплины кита заезды но что делать будем проходить нам других вариантов не дано единственный момент вот что нам в этот раз дают делать это возможность продолжительности серии это прикольно мы можем сократить то есть допустим вот у нас есть в азии я насколько понимаю четыре трассы да вот мы можем сократить их до двух но я наверно оставлю 4 так будет интереснее так будет больше трасс больше возможностей и соответственно игра будет сложнее поэтому жмакаем продолжить и погнали надо и в честь нюка из тайн чусью леву и леву и че из волоса детям и вычтем убирай сингфу помните как было в первом проекте вам нужно было выбрать команду за которую ты будешь выступать и ты не знаешь какая там будет на машине раскраска не знаешь что вообще тебя ждет вот здесь мне нравится больше и я вот уже нашел для себя команду дому тег рейсинг мне очень нравится черно-белокрасная расцветка она мне напоминает nismo gtr и выглядит она очень прикольно вот эти вот линии мне нравится давайте выберем эту команду мне нравится контракт никуда не делал контракт как был так и остался ладно хватит болтать да мы подписываем контракт да да новый пилот нам дали отчетку дашьборд из the main heart for managing your career under the home tab is everything related to the current course series your participating in here you'll be able to head on to the track for each round view the event calendar check email from your team and others view your series standings and read news headline from your prior races сообщение и почта никуда не делись как они были так они и остались ничего никуда не делать единство появится возможность удаления всего этого добра календарь ну ё-моё календарь тоже остался просто переделали несколько систему нам дали больше возможности выбора здесь мы собственно говоря выбрать вообще ничего не можем ну да ладно вот на самом деле прикольно есть какие-то достижения текущей серии карьеры и прочее наверное сколько а это просто панель карьеры здесь общая статистика показано и все ну ладно чё поехали у нас других вариантов то нету помните в первой части у нас была возможность выбора времени но мы не могли назначить то время которое мы хотим самостоятельно но допустим я хочу чтобы у нее было пять кругов но при этом вот время квалификации я настроить не могу время практики я настроить не могу я могу их только отключить но отключайте время для практики лично для меня это неправильно с трассой нужно ознакомиться и нужно понять ее нужно покатать и собственно говоря нужно потом хорошенько квалифицироваться для того чтобы хорошенько квалифицироваться надо узнать трассу надо узнать точки торможения точки разгона как ведет себя та или иная машина поэтому вот как-то так нам предлагают зачем-то поменять покрышки вот видите дождевые шины появились одна обычных машинах их нету ну понятное дело мы поедем на слики правильно парк почему-то бит всегда ставится автоматом я кстати это в калорий и в калорий и калорий и калорий и калорий и калорий Продолжение следует... 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 Позднее торможение не лучший вариант здесь. Слушайте, ну для свободной практики я считаю, что более чем достаточно. Я покатал в принципе неплохо. Ну, относительно конечно, но сам факт. В смысле, мы не можем пропустить? То есть обязательно нужно отъездить все? А если я не хочу? Вот я не хочу сейчас ехать. Я хочу пропустить. Что мне делать? Вот в конец нажать или что? Я просто не знаю. Я вот первый раз игру запускаю. Но давайте попробуем. Конец. А, все. Все, вопросов нет. Есть возможность квалифицироваться. Есть возможность ехать. Лучшее время на круге 43. Лучшее время у других пилотов 42.3. У меня 40... Сейчас найду себя. О, 46.6. Я очень плохо еду. У меня 4 секунды разницы. Ну, да ладно, что. Есть квалификация. Давайте на квалификации. В квалификации мы едем, по-моему, 15 минут. Я пропущу данный момент, потому что все мы знаем, что такое квалификация. Квалификация, это фактически... Покажи лучшее время, покажи на что ты достойный, мы дадим тебе нормальную стартовую позицию. Так это выглядит. В моем понимании. Я откажусь от вида из шлема. То есть, хочу попробовать вот так, с открытым. Пока что. Кстати, нагрев покрышек в игре работает просто восхитительно. Когда покрышки холодные, машина не рулится совершенно. Вообще. Она скользит, она куда-то пытается постоянно уехать от тебя. Когда покрышки нагреты, она ведет себя совершенно иначе. КОНЕЦ 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 Окей, давайте посмотрим, что на место подборайте. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok У меня всегда на этом повороте боком стоят. При этом я торможу очень аккуратно. Ну, педали, кстати, можете наблюдать на тахометре. В области тахометра зеленая полоса динамическая – это газ, красная полоса динамическая – это, соответственно, тормоз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока что мы первые. ДимаTorzok 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 Плюс так сложнее. Рука с руля, когда убирается, это все равно. Определенная ремарочка на сложность. Господи, вы себе просто не представляете, насколько сильно я жду себе стенд. ДимаTorzok Но прежде чем его варить, нужно размеры. Это очень сложно. Мы начали уже работу над каркасом. На том, чтобы его изготовить. На том, чтобы его изготовить так, чтобы мне было в нем удобно. Ну, вы понимаете, как вам каркасе, я говорю. Коспит. Кресло, экран нормальный, руль и правильное расположение всех элементов автомобильных. Коробки передач, руль и так далее. Вот на лучшее время мы уже не едем. Все. Вот просто не едем. Хотя полторы секунды я все равно выигрываю по таблице. Обратите внимание. Эш едет первым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстро. Очень, очень, очень быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, шины нагрелись. Машину так швырять теперь не стало. Едет машина намного увереннее. Намного точнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И вот мы эту секунду потеряли только что. Не улучшились, а могли улучшиться на целую секунду, представляете. Снова у нас дельта ухудшается. Во втором секторе лучшее время. Слушайте, мы прям бахаем. Ну не тормози, твою мать. Вот представляете, из-за одного пилота потерял все. Я не приеду сейчас в лучшее время. У меня просто время валится вниз. Мог снять секунду. Из-за того, что пошел по внешнему радиусу, а не по внутреннему, потерял 0,7 секунд улучшения. Из-за вот этого вот зелено-красненького пассажира. И сейчас он мне мешает. Из-за него на целую секунду уже проигрывает. Ну, я насколько понимаю, эту квалификацию мы выиграли. Действительно, эта квалификация пока что у меня первое время. И никто пока на него не залупился. Ну, конечно, вот в очередной раз скажу, open wheels это не мое. Не моя стихия автомобильного спорта, конечно. Я рыдать буду, когда картинг мы поедем. Я рыдать буду, я рыдать буду, я рыдать буду. Кстати, я один обратил внимание. Относительно модели ботов, которые присутствуют в игре. Помните, в первом Project Cars я вам говорил, что практику они едут как умалишенные, квалификацию они едут как овощи, гонку они едут еще хуже. Ничего не изменилось. В прогреве лучшее время было минута 36. И это время было не у меня. А сейчас, обратите внимание, я еду первым со временем минута 38. 38, ребят. И у меня первое место. То есть, относительно ботов, можно сказать, что тоже ничего не изменилось. Знаете, что изменилось? Они останавливаться стали. Раньше они таранили. Ну, по крайней мере, столько времени, сколько я выиграл в первый Project. Если ты вылетаешь, разворачиваешься, останавливаешься на трассе, причем под носом у гонщика, то они просто врубаются в тебя и все. Продолжение следует... У меня топливо заканчивается просто. Ну, а так все в целом выглядит неплохо. Посмотрите, заезд машины, конечно, ломается, как черт знает что. Ну, и что? Что нас не пускают? А? Вот, мне открыли пидстоп, а я ехать не могу. У меня не передано управление. Я не могу выехать. В чем проблема? И я не могу ничего сделать. Абсолютно ничего. Даже свет не могу в машине включить. Ну, тогда все. Просто ждем окончания сессии. Я думаю, это баг. Скорее всего, это действительно баг. Вот я заехал и все. Синит а-ля комедия. Первый пол. Лучшее время у противников, обратите внимание. Минута сорок. У них была лучшая минута тридцать шесть. Я проехал минута тридцать восемь. У меня отрыв от противника почти две секунды между вторым временем. Между последним временем почти три. Колоссальная разница. Ну что, поехали гонку. В любом случае, это все дело нужно проходить. Единственное, я бы добавил топливо, если это возможно. Топливная загрузка. Тридцать три литра. Все. Дальше, выше не прыгнешь. Не буду ничего менять, потому что... Меня кто устраивает. Они даже старт сдули. У меня уже секунда. Пол секунды отрывать их. Обратите внимание на шкалу со временем. Круга. И рядом есть фраза. Потенциально. То есть, сохраняя данный темп, который у меня сейчас есть в гонке, я могу заехать на вот это вот время. Я правильно. Ну, это примерное время. Тоже ведь прикольно. Ты едешь и ты понимаешь, быстрее ты едешь или нет. От соперника отрыв две с половиной секунды. Знаете, что я хочу сказать? В этой игре надо быть нежным с педалью газа. Если ты умеешь давить педаль газа аккуратно, ты в любом случае победишь. Ну, в минуту 37 я никак не заезжаю сейчас. Вот, вообще никак не заехал. Минута 45. Ошибка. Не дотормозил. Ошибка. Ошибка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Обратите внимание сейчас на время круга Я выехал из своего времени Лучшего времени на квалификации я имею ввиду Отрыв от противника 6 секунд 6.5 секунд Ну, вы сами это видите просто Сложность карьеры, я как понял, регулировать нельзя Она в процессе прохождения карьеры регулируется Либо я что-то пропустил Надо будет обязательно посмотреть этот момент Потому что период сутствие и борьбы мне просто скучно ехать Просто скучно ехать Просто скучно ехать Просто скучно ехать Субтитры сделал DimaTorzok Ну, три и восемь, хорошо Феноменальное время Я себя превзошел на две секунды Это очень крутой результат Субтитры сделал DimaTorzok Широко 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 Вы понимаете, 10 секунд отрыва, ребята 10 секунд Это невероятное время разрыва Это очень много При времени круга минута 36 10 секунд отрыва Это феноменальная разница Последний круг Последний круг Субтитры сделал DimaTorzok 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 Слушайте, ну в целом прикольно Несмотря на то, что я не люблю Серию Open Wheels Мне зашло Мне нравится Она прикольная Машина очень специфичная Она не особо быстрая Но при этом она достаточно точная В управлении Но местами она и коварненькая Можно встретить Коварность в ее поведении Нам осталось Получается проехать еще 3 заезда Катастрофа Так, ну вот тут у нас Трасса, я бы сказал, посложнее Пускай так же Это 5 кругов, честно говоря, ничего не хочу делать Параметры карьеры Давайте их сделаем 65 Мы будем постепенно поднимать И здесь сделаем 55 Каждый раз будем добавлять пятерочку До тех пор, пока не найдем Необходимый баланс Я просто не хочу сразу борщануть Чтобы боты ехали выше моего скилла И не хочу слишком Как-то занижаться что ли сильно То есть вот по пятерочке мы Буквально там за 2 гоночных уикенда Мы дойдем непосредственно до того момента Когда мы будем ехать примерно В одном весе Если можно так выразиться Настройки Я поеду на сликах А может они, кстати, едут просто на других шинах Давайте попробуем автоматически по погоде Просто я ехал на сликах Может они на другой шине едут И в этом как бы заключается вся разница Протерпевает Несколько слих Халк Хорошо, приятного Не сопротивляйте зубы Присоться за округами Не отсюда Мы не помогли Несколько все В температурах Несколько Ты должен остановить Если вам больно Продолжение Созуку Похоже Прям вот первый поворот Я прям Уже был уверен, что это реально Судука И вот сейчас В свободной сессии Они опять поедут как сумасшедшие А в квалификации начнут слеваться Слушайте, ну Ну Сузука Только другая конфигурация Ну это реально Сузука Может я как бы не посмотрел Я наверное не посмотрел на название трассы Потому что может какая-то ее Другая конфигурация Нет Вот здесь вот должна быть шпилька уже Вот за вот этим поворотом Должна быть шпилька в обратную сторону Ну очень похоже на Сузуку, ребят Очень похоже И поворот вот этот на финишную прямую Он не такой сильный, но Опять же как на Сузуке Что это за трасса такая? Мне очень интересно Ну в Японии Тоже в Японии Оу, чувак, ты куда? Я ему наверное там хлопот доставил Нормально Я люблю ездить по цветам Чтобы светилось все И все таки относительно дрифта Вот в первом Project Car Машину поймать было гораздо сложнее Здесь Вот я бы сказал, что все хорошо Как-то двоякое мнение На Open Wheels машина ловится На кузовах Я бы сказал, что так же, как и было в первой части Так, этот поворот можно на третий проскакивать Я пока что прикатываюсь к трассе Мне интересно, на какое время я сейчас заеду Пока прикатываюсь Сразу вот На хреновое время я заеду Пока прикатываюсь Меня обгоняют Десятое Вот если бы не было противника Можно было бы намного быстрее выскочить А вот тут вот Надо было притормозить Курика Настя Оварде Оварде Дेиться Анон Оварде голубé Смотрите, что с дельтой происходит. Четыре секунды улучшения при условии наличия ошибки. Четыре секунды. И все равно двенадцатый. Опрометчиво было. И четыре с половиной секунды улучшения собственного времени. Просто два поворота. Поймал. А вот здесь накосячил. Черт возьми. И сейчас потеряю кучу времени. Черт. Целую секунду потерял. Блин. Срезка. У нас пенализация. Срезка. А время хорошее показалось. Минута тридцать. Четыре секунды собственного времени здесь. Да за что? Меня нещадно пенализируют просто. Ну ладно, давайте сессию пропустим. Я уже в принципе прикатался к трассе. Возвращаемся в боксы в конец. Переходим к хуале. Сразу поедем к хуалу. Трассу я уже более-менее запомнил. Поэтому можно ехать в квалификацию. Обратите внимание на шины. У нас дорожная покрышка. Видимо фортится погода. Возможно. И нас ходили в гражданскую резину. Ух, и звук на машинах СА совершенно другой стал. Жук ты полосатый, ты мне мешаешь. Обратили внимание, как сбитый конус повлиял на камеру? Нереально. Просто нереально. Сбил конус, такое ощущение, что маркер из блока какого-то снёс. Уходи в хорошую позицию. Помните, мы только нужны хорошие часы. Машины нагрелись. Машина намного лучше держится теперь за дорогу. Реально намного лучше. Физика шин здесь очень крутая. На холодных шинах скользит, как собака. Просто. Во все стороны, только не туда, куда надо. А шины сейчас нагрелись, и она прям едет. Причём так уверенно, я бы сказал. У нас дождик начинается тем временем. Гонка у нас дождевая будет. Минута тридцать одна, лучшее время. Мне кажется, мы быстрее. Минута тридцать. Сразу первое место в квалификации. Скользко становится. Реально становится скользко. Реально становится скользко. Реально-сал». Реально-саляем. Реально-саляем я dibерем. Какого черта, какого черта, твою мать. Ребят, нынешняя пауза была вызвана тем, что у меня развернулся браузер и просто-напросто закрыл мне вид изображения. Просто-просто открылся браузер, просто потому что он так захотел. А ведь я по времени улучшался, пускай незначительно, но улучшение было. Но сейчас мне будут эти чудики мешать. Давай! Нормально забочинили, да? Так прям серьезно во весь рост. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Фидбэк в игре классный. Просто потрясающий фидбэк в игре. Руль очень круто откликается на какие-то корректировки. Кстати, я хочу включить шлем, потому что у нас идет дождь. Мне интересно, на шлеме... На стекле шлема тоже будут капли? Да. На стекле шлема тоже остаются капли. Правда, не особо правдоподобно. Но остаются. 8 минут до конца квалификации. Дождь усиливается прям, прям очень серьезно. На лучшее время мы опять не заедем. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Ладно, я думаю, в любом случае, лучше моего времени вряд ли кто-то проедет. Поэтому мы возвращаемся в боксу. Принимаем решение о конце квалификации. И действительно, полторы секунды, так никто нам и не смог навести. У нас дождь. Проверим шины. Автоматически по погоде. Опускаю, стоит автомат. Не буду ничего менять. Поехали. А, мы ехали на дожде прошлую. В прошлую гонку мы ехали на дожде. Пальстарт. С вашего позволения, я сделаю рестарт. Не хочу я заезжать в боксе, терять время. Сейчас, кстати, я быстренько проверю. Почему-то у меня сейчас не сработал ручник. Значение кнопок. Движение. Здесь, наверное, в этой машине ручного тормоза нету, поэтому она катится. И снова, снова они сливают старт. Воды на трассе очень много, скользко. Очень скользко. Примерно так же, как мы на авиике катались. Очень скользкое покрытие. Меня догоняют. И меня уверенно обгоняют. Но я не пущу. Во жопу толкаться не надо. Очень скользко. Очень скользко. Привычная скорость, на которую я в этот поворот залетал, просто хуже траектории. То есть, можно было быстрее заезжать. Я сейчас не могу на этой скорости даже заехать по нормальной траектории. Машину просто сносит. Скользит. Все-таки, сколько вот, играя в Project, погодные условия, это что-то с чем-то. Это реально очень круто. Погодные условия очень сильно меняют физику. Но, вот опять же, смотрите. При данных погодных условиях мы с соперниками едем примерно на равных. На равных. Погодные упаковки. Погодные условия и concept. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это очень круто Я сейчас говорю только о погодных условиях Да и в целом Пока что Project Cars 2 Меня очень сильно радует Прям очень сильно И в этот момент меня кто-то догнал в жопу Боты меня здесь не радуют Починим, ёпта! Ох, ох, сколько воды, вы это видели? Просто контроль над машиной пропал, руль лёгкий стал Как же это круто, смотрите в повороте, смотрите в повороте лужа была маленькая, смотрите насколько она разрослась И это была моя ошибка, что я в ней заехал И это была моя ошибка, что я в ней заехал Очень яркое начало карьеры, я бы сказал Пошёл нафиг Я тебя не пущу Пошёл нафиг Пошёл нафиг Пошёл нафиг Пошёл нафиг Один круг Один круг Один круг, финальный И он будет самым сложным Заметьте, в этом заезде я не могу оторваться от противника Просто не могу, они сидят у меня на пластье То есть в дождь они едут лучше, чем по сухому Либо я просто еду намного медленнее Потому что аккуратничаю Как же много луж на трате старта Очень много Очень много И реально в таких моментах, где очень легко подскользнуться Вот здесь вот, например, представьте, подскользнулся и всё Гонка окончена Где-то рядом верески, зараза Финиш, 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 финиш И снова, снова, снова мы выиграли заезд Но вот дождь, не поверите, у меня спина мокрая Очень напряжённо Прям очень напряжённо На самом деле то, что если бы я не говорил сейчас в процессе видео, я думаю, я бы про это лучше Потому что я был бы более сосредоточен Но это была реально очень крутая гонка Очень крутая гонка В общем-то, ребят, наверное, мы не будем растягивать всю серию заездов из четырёх заездов на одну серию в YouTube Поэтому я думаю Две подряды подряд подождать в том же духе Да, спасибо Поэтому я думаю, мы это видео останавливаем И делаем разбивку Это у нас будет первая часть Следующие два заезда будет вторая часть Во-первых, дико хочется пить Во-вторых, уходить из видео как-то непризнанно Да и неправильно, в принципе Поэтому мы разобьём это видео на две части Вторая часть выйдет чуточку попозже Плюс ко всему у меня есть некоторые дела, которые нужно сделать Соответственно, я вынужден прерваться сейчас Собственно, ребят Большое спасибо, что смотрите Большое спасибо, что просматриваете мои видео И в целом являетесь подписчиками моего канала Если не являетесь, то подписывайтесь, конечно Ну, в общем-то, ребят, на этом всё Всем огромное спасибо, кто посмотрел это видео Мы встретимся с вами во второй части данного видеоролика Это у нас первая часть Всем спасибо Пишите комментарии, что вы думаете Может у вас есть какие-то впечатления Может есть какие-то вопросы Может чем-то хотите поделиться Тем, чего я, допустим, не знаю Поэтому смело пишите Давайте общаться, я буду только рад Ладно, ребят Всем, кто посмотрел это видео, огромное спасибо Увидимся в следующей части Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok